Ксюш, позволь спросить, а что ты делаешь? Судьбу свою ищу, что не видно. Ну, пока как-то так себе. Ну, ребята, тогда смотрим наш следующий сюжет, и вы все сами поймете. Только оттуда. Друзья, всем привет! Как нам известно, на протяжении всех новогодних праздников девушки могут гадать, чтобы узнать свое ближайшее будущее, свою судьбу. Ну, так как у нас уже 21 век, мы живем уже в 2016 году, я решила немножечко усовременить всем известные гадания. Давайте же узнаем, где же мой суженый-ряженый. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, начнем. Наверное, все прекрасно помнят старинный способ гадания, когда девушка выходит на улицу, и кого первого из мужчин встречает, спрашивает его имя. Какое имя у мужчины, такое имя будет и у ее мужа. Ну, а вы знаете, я решила упростить немножечко этот способ, ну и на улицу как бы я не очень хочу идти, поэтому я воспользуюсь своей телефонной книгой. Вот, номеров у меня в принципе там много, вот, поэтому я сейчас закрываю глаза, и куда попадает мой палец, тот мужчина, моя судьба. Ну что ж, проверим, какая моя удача. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такси Ашот? Нет. А вообще самый распространенный способ гадания в наше время – это инстаграм. Все очень просто. Выкладываешь туда суперпопулярную цитату, и кто первый лайкает фотографию, в данном случае на моем телефоне, этот человек сыграет очень важную роль в моей дальнейшей судьбе. Проверим. Проверим. Ашот! Ларису Ивановну хочу. Ашот! Ну, вы знаете, зато у меня уже 40 лайков. В принципе, моя популярность растет. Вай, мамой, клянусь, написал. Давайте посмотрим на красные макосины Ашота. Ашот! Ларису Ивановну хочу. Возможно, придется вернуться к более традиционным способам гаданий. Моя весь мой служенный, сердце девичье. Что-то с современными гаданиями мне не везет, поэтому мы вернемся к помощи книги. Девушки загадывают вопрос, открывают книгу на любой странице и находят там ответ. А вот Джейн Остин говорит, что счастье в браке – это дело совершенно случайное. Вот так вот, ребята. Счастье в браке – это дело совершенно случайное. Счастье в браке – это дело совершенно случайное. Совершенно случайное. Совершенно случайное. Ну что же, вопросов много, а ответов, к сожалению, пока что мало. Но ничего, у меня в запасе есть еще один способ, как же узнать свою судьбу. Надеюсь, этот способ меня не подведет. Раньше можно было ходить возле домов и подслушивать чужие разговоры. Если они были веселые, то и год будет таким. Но если же скучные, неинтересные, то придется весь год тосковать. Давайте же послушаем, о чем там говорят. Вот они и достижения цивилизации. Пластиковые окна. Ничего не слышно. Погадала.